Девушки отдыхают Они перехватили платформу, где находилась наследница империи Арасаки К счастью... Девушки отдыхают 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 Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги Вот черт А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам лучше... Все нормально, я сейчас разберусь О, да! Это не самая новая модель, но Мич и Боб сделали, что могли Как тебе тут? Я как-то по-другому представлял себе панциры По крайней мере, с тех пор, как забросил брейндансовые аниме Управляют им прямо с места Нужно только подключиться и все Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких Импульс поступает прямо в кору головного мозга Василис как бы становится продолжением твоего тела Такое вот мистическое единство По нам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет Тогда доверяю Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря Заодно и потренируемся Смотри Чтобы контролировать панцир при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое Один ведет, а другой управляет пушкой Тебе понравится, я уверена Окей Вот так нормально Сначала проведем пробный запуск без меня Нужно же два пилота Ты же не будешь сразу вести и стрелять Начинаем? По нам А это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время Скоро все будет нормально Вот видишь? О, начинаю понимать, что ты имела в виду Осваивайся Да не бойся, я не смотрю Просто сделай пару кругов Главное идет, прям как лодка Ну да Когда летишь, пробугры и яму можно не дать Окей, что-то я гляжу тебе скучно Тогда направь его вдоль ветряков Когда скажу, повернешь предпоследнюю вправо или влево Ладно Ладно Налево Очень хорошо Не останавливайся Направо Да, вот это было хорошо Направо Молодец А теперь давай постреляем Притормози и активируй систему Что у нас в меню? Чудо не жди Василиск Это прежде всего грузовой транспорт Но все равно должно быть весен Так, подорви вон те машины Машина Круто! Да Отлично! Окей, тренировка закончена Ви, помнишь, что я говорила про импульсы? А, да Тогда приготовься Что происходит? Я подключилась, Ви Наши нервные системы теперь соединены А, ты же говорила про синхронизацию Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее Это сенсорный отклик Наши ощущения переплелись Хочешь? Пошу попробовать Окей Давай опробуем эту систему Вот так чувствуешь? Как люди вообще с этим Сосредотачиваются в бою? Ощущения не всегда яркие А вот так Ух Ах 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 Что такое-то? Ой, блядь. Нас нашли, надо проверить, что сладко. Это стелеты. Целая стая приехала разбираться. Они здесь тоже, Сон, их много. Разберись с ними и сюда. Поможешь остальным. Едем сразу в лагерь. Надо помочь семье. Мы почти на месте. Окей, готовься жарить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паста, сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу, поздравляйтесь. Парад. Убивай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все мы вместе и по отдельности должны думать, прежде всего, прежде всего о благе семьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью. Вместе со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. Надеюсь, в последний раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я же... Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Окей, окей. Ну, тогда... Довольно много придется поменять. Да? И для начала надо убраться отсюда как можно быстрее. Милитех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал против. Спасибо. Спасибо. Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Бери. Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альда Кальда. Всегда. Буду знать. Сколько их мы вложили. Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Можно и лимонад? Как пожелаешь. Ну, за хэппи-энды. Кстати, про хэппи-энды. Надеюсь, ты не жалеешь насчет того, что было в Василиске. Я жалею только об одном, что у нас было мало времени. Значит, что-нибудь придумаем. Угу. Слушай, мы же... Мы же могли бы видеть это каждый день. Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. По нам. Что ты? Останься. Поехали с нами. Это не так просто по нам. Не просто? Ты или хочешь, или нет. В этом и проблема. То, чего я хочу, сейчас вообще не важно. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Я подумаю над этим. Обещай. Ви... Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я помню, мы разговаривали и вдруг... Ты потерял сознание надолго. Мы забрали тебя с собой. Куда? Мы перенесли лагерь в новое место. Здесь мы пока в безопасности. Не волнуйся. Нет, ты еще не умираешь. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? Панам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Если я скажу тебе правду, боюсь, между нами уже все будет по-другому. Ви, послушай меня. Что бы ты ни сказал, это не изменит того, как я. Короче, перестань вилять и скажи уже, в чем дело. Ты знаешь, Джонни Сильверхэнда? Ну да, по радио иногда гоняют какую-то старью. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? Долгая история. Я взял заказ, проебался. И теперь у меня в голове живет конструкт Сильверхэнда. Херня! Он тоже не в восторге от всего этого. Оказалось, мы несовместимы. И это проявляется все отчетливее. Ты правда не шутишь. Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Митч. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке? Уже все нормально. Спасибо, что помогли. Что ж, я рад. Надо же, как быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Расскажи лучше, что с тобой. Ты нас напугал. Спасибо, Митч. Но мне пора в город. Ты же еле на ногах стоишь, Ви. Не напрягайся особо, окей? Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Может, тебя проводить? Я купил. Что значит, не стоило? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно. Ну, наконец-то. Пока, да. Наш спящий красавец проснулся. Ну, и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Ну, ты же понимаешь, это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Береги fights. Сол не powем. Береги себя. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше всего впечатляет то, что 34% работников включены в список вероятных получателей пенсионного обеспечения. К другим новостям. Полицейские Найт-Сити расширили свои полномочия. Теперь они могут задерживать подозреваемых в уголовных преступлениях на срок дохода, не выдвигая обвинений. Также блюстители порядка в Найт-Сити ввели новое правило согласно которому выстрел в конечность может считаться предупредительным. Это обеспечит безопасность полицейских. К другим новостям. Служба кибернетических технологий Найт-Сити официально расформирована из-за оптимизации бюджета. Департамент, который ранее отвечал за сертификацию имплантов, закроется уже в следующий вторник. Теперь производители будут сами заниматься сертификацией имплантов, руководствуясь при этом собственными стандартами. Спасибо, что... Спас ты мою шкуру. Не знаю, как ей благодарить. Что с машиной будешь делать? Продавать? Рано или поздно придется. Знаю одного ценителя в Сакраменто. Он мне целое состояние отвалит. Но над ней еще надо поработать. Так что этим пока и займусь. Тебе лучше скрыться как можно скорее. Из-за нее шестая весь город вверх дном перевернет. Я уеду сегодня же. Дядюшка Эстовес всегда говорил, если выбор стоит между родной машиной и чужой шкурой, спасай машину. Тачка, по крайней мере, тебя не подставит. А вот людям веры никакой. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично. Парень получил свою машину, а значит, ты получишь свои деньги. Добрые дела всегда дают плоды. Работа выполнена безупречно. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Если что-то не туда забрел, я смотрю. А это, это разве не бар? Эй, не трогайте его, Кабронес! Вик, объясни этим засранцам, как надо вести себя в моем баре! Эй, отвали! Это наши дела! Пеппи вам все уже сказал. Проваливайте. Чего? Отцепись! А то загоню перо под ребро. Правда, надеешься пустить свою игрушку в ход? Не советую. У тебя в груди будет дымиться дыра гораздо раньше, чем мозг успеет руке подать сигнал. Хотя, это лишь мое предположение. Можно ведь и проверить. Ладно, пошли отсюда, Пеппи. Обломали нас, да и пусть! Да иди ты! Караху! Баскуда! А чего? Чего случилось-то? Мелкие неприятности. Я их уладил. Охренеть! Охренеть! Я тут набрался. Ну и денек сегодня у меня. А че? Че ты мне помог-то? Потому что в лучшем случае тебя бы просто избили. Блядский город. Ну что за люди, а? Сижу, никого не трогаю. Дескать, не ты. На, вот. Это тебе в благодарность. Больше нет. Все бармену отдал. Вот такую. Чуяли свежую корпоратскую кровь. И тут как тут. Если бы не ты, плохо бы им пришлось. Что сказать, не все герои носят плащ. Давай-ка выпьем за твою здоровье. Я угощаю. Спасибо. Давай в другой раз. Я же, значит, на работе. Ну что, уважаю. Тяжелый день? Не говори. Вторая смена. Подряд. Да ты наизнос. Деньги нужны? Да нет. Домой идти не хочу. Десять лет жена. Ты таки? Десять лет? И вот вдруг выясняется, что я негодяй. Что ей охота налево пойти. Слушай, раз уж заговорили о деньгах, не хочешь заработать? С ценой не обижу. Ну, выкладывай. Короче, есть у меня жена. Зовут Синти. Она мне изменяет. Я знаю точно. Не знаю только с кем. Короче, меня это прямо убивает. А ты-то мастер. Ты за один вечер все выяснишь. Надо будет последить за твоей женой, походить за ней по городу. Где она сейчас? Работает рядом. Адрес я тебе дам. На перекуре ее поймешь. Дымит она у меня, как жженая покрышка. Кто тут не дымит? Так. Сегодня она пошла в розовые куртки. Да. И вроде с синей такой сумкой. Яркая дама. Ну да. Любит нарядиться. Подарочки ей по всем поводам. И вот тебе благодарность. Какой смысл выяснять, с кем именно она изменяет? В смысле в чем смысл? Что за идиотский вопрос? Это простой вопрос. Ответишь? В глаза ему хочу посмотреть. Спросить, что он чувствует, когда трахает чужую жену. И гробит счастливый брак. А ты уверен, что она изменяет? Во-первых, она якобы вечно задерживается на работе. А я точно знаю, что это вранье. Звонил ей как-то в офис. Ее там не было. А еще, у нас ребенок. И он вообще на меня не похож. Волосы не такие, глаза не такие. Вот вообще все не такое. Раньше это было легко проверить. А сейчас ты и без меня знаешь. Любой тест можно быть. Ладно, я в деле. Спасаешь ты. Спасибо тебе. Капак. Предательство. Женское коварство. Как я попал в этот дреной нуарный детектив? Пеппи был всегда готов помочь своим гостям добрым советом. Но на сей раз в помощи нуждался он сам. История стара как мир. Неверная жена и жестокий город, в котором любой клятве грош цена. Ты закончил? Я пытаюсь сосредоточиться. Продолжение следует. Продолжение следует. Ви, мне нужна твоя помощь. На прежнем месте. Не заставляй меня ждать. Да, а в чем дело? Алло, Лиззи? Черт. Не видите? Я занята. Ну да, ну да. Субтитры создавал DimaTorzok Женщина обернулась. Ее плечи поникли, как под тяжелой ношей. Так тяжек грех. Продолжай, я сблюю. Твой рассказ только выиграет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Встретив бродягу, она постаралась обойти его. Не хотела запачкать одежду. Но совесть ее уже была запятнана. Джонни, правда? За что ты так со мной? Субтитры создавал DimaTorzok Спасите меня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот жертва скрылась в недрах старого ветхого дома. В воздухе было душно от тяжелого запаха предательства. А, может и хорошо, что мне недолго осталось. Так, так, так. Эй! Эй, ты! Ты что тут делаешь? Синтия, мать твою! Сказал же, не приведи хвоста! Меня прислал твой муж. Он подозревает тебя кое-что. Что? И видно не зря. Стой! Нет! Это не то, что ты думаешь! Я сейчас все объясню! Ну, давай, объясняй. Короче, во-первых, мы не любовники. Он мой риппер. Пластический хирург. Хирург? В этой дыре? Ну да, так уж вышло. Был вынужден залечь на дно после недоразумения. Семья жертв... в смысле пациента до сих пор меня ищет. Приходится работать здесь. Так а почему ребенок на отца не похож? Понимаешь, я... В общем, я сильно поменяла внешность. Мое тело полностью переделано. Другая кожа, волосы, глаза, вообще все, но... Но гены не обманешь. Вот поэтому наш сын выглядит не так... ... ... ... ... ... ... ... ... ...